Вот эту книжку покажу. Она на английском языке. Муж откуда-то привез из Италии или откуда, не знаю, не помню. А я на Имае. Автор кто-то другой, художник. Два мышонка, тут один в городе живет, другой в деревне. Мы ее как-то читали с переводчиком, но я уже, честно говоря, не помню. Давно и, наверное, один раз. Я имею в виду с переводчиком. А так просто картинки смотрим, и я ей так дочке объясняю на словах. Тут такая фактурка, типа холст такой, знаете, загрунтованный холст, как будто бы такой. Вся книжка такая на холсте. Ну, короче говоря, пошел, значит, этот товарищ городской в гости к Деревенскому. Вот, Деревенский его угощает всякими яствами, которыми он может поделиться, да. Вот они едят. Тут от его любимой бабочки. Посмотрите, какое выражение лица у городского. Совершенно ему не понравилось. И он говорит, а вот у нас там, значит, в городе там все дела. И пошли они в гости к нему. И тут такой шикарный стол. Он ему показывает. И вдруг вот, как бы, опасно, да, страшно, страшно. Дальше, дальше еще страшнее. Пришлось даже в нору спрятаться, потому что вот облачка. Ходят тут всякие, значит. Ну, в общем, чтобы съесть кусок самого вкусного сыра, приходится вот так вот напрягаться, прятаться, убегать. Вот это все рисковать. В общем, как-то с приключениями все. Неспокойно все. Этот прям, короче, тут утомился бедный. Вот. Обстановочка симпатичная. Распрощались, значит. Этот пошел к себе в город. Этот, значит, туда, домой, на деревню. Заборчик такой, тут такой. Прикольно. И везде вот этот холст. Видно, да? Ага, вот. Сидит себе. Наверное, тот самый сыр несет из гостей. И сидит себе спокойненько, ест около своего дома. Наверное, лучше все-таки так спокойненько, чем все время трястись. Вот.